Счастливой цифрой Нелли Каменевой Родилась Нелли, а вернее не Нелли в 1931 году на Украине, в чудном городке Умань с его Софиевским парком. Позже родители переехали в Одессу. Здесь, в местном доме пионеров, Нелли впервые вышла на сцену. Ей доверили роль зеркала. Но война отодвинула театральное увлечение. Войные дети быстро взрослели, да и уходящий на фронт отец попросил дочь «береги маму». Девочка всерьез отнеслась к завету и с нежностью относилась к матери, будучи уже взрослой, вплоть до последних ее дней. А прожила мама почти сто лет. По окончании школы юная одесситка едет поступать в Киевский театральный институт. Талант, к которому прилагались ладная фигурка, задорный характер и запоминающийся грудной тембр голоса, покорили приемную комиссию. После выпуска Нелли переехала в Кишинев. Карьера складывалась весьма удачно. В 1955 году в театр приходит Виталий Левензон. Актерского образования у него не было, но стремление стать лицедеем было так велико, что он им стал. Спустя год Каменева и Левензон поженились. Это был удачный союз и в жизни, и на сцене. В начале 60-х в советской Молдавии появилось собственное телевидение. Нелли Ивановна была одним из первых молдавских дикторов. Но для нас она прежде всего актриса. И даже должность художественного руководителя театра не отодвинула на второй план ее работу на сцене. Это был именно труд. Ролей было много, разных. Выходить на сцену вместе с Каменевой одновременно было и счастьем, и испытанием. С одной стороны можно было учиться и учиться, а с другой зал смотрел только на нее. Энергетика Нелли Ивановны была всепоглощающей, гипнотической. Любая роль другого актера рядом с ней становилась второстепенной. Многие ходили в театр именно на Каменеву. Ламон, бродяга, шуан, заговорщик. Мне он единственный сын. 18 февраля 2007 года в театре Чехова вновь был аншлаг. В спектакле «Горе от уманной» Илья Ивановна исполняла роль Хлистовой. Во втором акте она вышла на сцену. Ее последними словами были «Благодарю, мой дорогой». Позже многие говорили, это рок, предначертание. 20 лет назад тоже в феврале ушел из жизни ее супруг Виталий Левензон. Впоследствии труппа театра Чехова назовет «Малый зал» в честь Каменевой. Эту сцену любят все. Здесь ставятся камерные спектакли, на которые ходят гурманы театра. А 18 февраля спектакль «Горе от ума» так и не завершился. Но ни один билет не был возвращен в кассы. Ведь это был последний спектакль Нелли Каменевой. А это не писанное правило зрителей. Так выражать последнее восхищение любимому актеру. Субтитры подогнал «Симон»!